Всем-всем огромнейший приветик! Сегодня у нас будет с вами нестандартное видео, но долгожданное. Многие в комментариях мне просили показать, рассказать про свой кабинет. Немногие есть в инстаграм, поэтому постараюсь по-быстренькому, но поподробнее рассказать и показать, что я где покупала, как я обустраивала его. Но все равно, если вы есть в инстаграм, обязательно заходите, ссылка будет в описании. Также я очень постараюсь найти все ссылочки, где я что покупала, приобретала. Сразу же, как мы заходим в кабинет, мы видим вот такое вот зеркало. Его я покупала специально для фотографий. Также очень удобно записывать там сториз. В левом углу у меня находится магнитофон и кольцевая лампа. Почему-то ее, кстати, я пропустила. И вот мы плавно переходим к рабочей зоне. С этой стороны у меня сидит клиент. Стулья и подушечки у меня из Икея. Но стул вот этот я как раз покупала не для клиента, а к себе на кухню. Но он как-то плавненько перешел в кабинет. По левую сторону возле клиента, конечно, должны находиться типсики. Половина висят у меня на крючках, а половина находится вот такой вот корзиночки. Покупала я ее вроде бы как в фикс прайсе. Это кашпо для растений. Также стоит кремушек и конфетки. В нижней части мини моего комодика стоят две папочки. Одна с жидкой фольгой, слюдой. И другая от Борн Притти. Мне приезжали гель-лаки. Я делала вам обзор на них. Также рядом с клиентом есть такая коробочка. Папочка со слайдерами. Ее я приобретала на Алиэкспрессе. Это вроде бы фотоальбом для снимков от полароида. Стоил он рублей вроде бы 200. В общем, максимально постараюсь облегчить вам задачу. Знаю, что многие захотят это все найти, поэтому я оставлю ссылки. Все слайдеры у меня не вмещаются, поэтому я обычно от типсиков закрепила на колечке. Клиентам в принципе удобно, комфортно. Пока я делаю снятие, одна рука у них свободна, и они могут посмотреть, поглазеть, выбрать себе дизайн. Также по левую сторону, чтобы клиент виден, у меня стоит прайс. И вот такая рамочка с моими дизайнами. Конечно, это не все дизайны, но по большей части все клиенты приходят подготовленные. Мы переходим к лампе. Лампа у меня Sun 5 Pro. Покупала я ее недавно на садоводе. Ссылки, естественно, не будет. А вот на такую красивую подставку обязательно оставлю ссылку, потому что каждый день поступает вопрос, где же купить такую красивую подставку. Также стул, вот такой в дырочку, по-моему, у всех мастеров он существует. Очень удобный, он также у меня из Ikea. Советую всем, конечно, выбирать стульчики на колесиках, чтобы было удобно передвигаться по кабинету от одного комода до другого. И вот мы переходим к моей новой находке. Это бестеневая лампа. Можно вообще не использовать нашу лампу для бликов. То есть, смотрите, все четко видно. Теперь мои видео и ролики будут, я надеюсь, будут намного качественнее. То есть, свет играет огромную роль. Я уже с ней проработала буквально, не знаю, дня 4. И могу с уверенностью сказать, что она не мешает работе. Клиентки ее не задевают и в глаза, кстати, у меня не болят. Также многие спрашивали про штатив. Штатив у меня тоже с Алиэкспресса. Как-то удачно я его в одно время заказала. Пришел он мне буквально через 2 дня. Видимо, находился в России. Буквально месяц назад мне пришел новый стол. И было тяжко установить, как раз придумать место для штатива. Штатив удобный. Сюда я ставлю свой телефон. Кручу, верчу, если мне это необходимо. Ну, не знаю, мне нравится. Это самый удобный штатив, который у меня был. И немножечко про мой стол. Стол у меня вот с таким удобным выдвижным ящичком. Там стоит аппарат, обезжириватель, салфеточки. Также в этом столе встроены 4 или вроде 3 розетки. В первом ящике у меня расположены гели. Во втором ящике камуфлирующие базы и акрилатики. Я, конечно, все понапихала сюда, но материалов действительно очень много. И надо было положить сюда все самое необходимое. В нижнем ящике у меня запасы моих баз. И что самое удобное, это ящик возле мастера. Здесь я храню кисточки, ножнички для своих распаковок, масла, палитры всякие. Все, что мне вот прям нужно прямо здесь и сейчас. Бутылочницу я так и не придумала, для чего вообще использовать. Поэтому я поставила самые ходовые моменты. То есть это базы, топы, шиммерные топы и белые и черные гель-лаки. Отворачиваемся немножечко от нашего стола. Вот такая подушечка, кстати, девочки, кто страдает болями в локте, то подушечка вас спасет. Этот комод у меня полностью весь с дизайнами. На комодике стоит боксик, который наполненный сухими блестками. Также в обязательном порядке у меня стоит антисептик для рук. Антисептик или жидкость для поверхностей. Также для воздуха. И вот такие вот полотенчики. Итак, в первом ящике у меня находится пару контейнеров. В них у меня, что я использую чаще всего, это, конечно же, втирки. Это камефобики, всякие шестигранники. Спустя полгода могу найти там что-то новенькое, например, потому что часто я туда закидываю и забываю об этом надолго. Идем дальше. Второй ящик. Здесь у меня уже находятся стразики или какие-то, так скажем, металлические, жемчужные, декоративные элементы. Декоративный дизайн, в общем, бульоночки. В третьем ящике у меня находится все для стемпинга. Гелькраски, пластины. Хотя стемпинг у меня не так пользуется спросом. А, и все для аэропуфинга. И да, честно говоря, я специально не наводила никакой чистоты, так что показываю все как есть. В двух ящиках разобралась, до третьего не хватило. В четвертом у меня находится модная поталь, фольга. Это, естественно, пониже, потому что у меня вся фольга, наверное, используется только в зимний период. Но, в принципе, так вкратце я показала, что находится возле меня. Ну, а самое интересное, это же мой шикарнейший комод. Девочки, он просто божественный. Он вмещает в себя просто все. Возле комода у меня стоит педикюрная тележка, в которой находятся одноразовые расходники, лампа, пеленочки. Ну и перейдем к комодику. Естественно, первые три ящика у меня забиты гель-лаками. Раньше у меня была полка крутящаяся. Да, это очень красиво выглядит, очень как-то даже презентабельно. Но, но сколько пыли на этой полочке. Поэтому ничего лучше для себя я не нашла. Мне кажется, комод такой идеальный вариант для хранения гель-лаков. В первом ящике у меня были гель-лаки Эльпаза, Арбикс, Мистик. В принципе, все то, что я вам показываю в роликах. Также, да в принципе, много разных фирм есть. Фрешпроф, Адрикоко, Дакорда, Блюскай, Мантон, Сан, Клио. А вот в третий ящик я выкладываю то, что мне пришло недавно. Все это заполняется, достраивается. В гель-лаках стараюсь разбираться раз в три месяца. Если есть какая-то просрочка, я ее выкидываю. Ну и, конечно, часто-часто встречаются повторения. Ну и едем дальше. Посмотрели три ящика с гель-лаками. Посмотрим, что теперь находится на комоде. Это мой сухожар ГП-10. Также ссылочку оставлю. Я его купила по хорошей скидке. Ну а далее три ящика у меня с расходниками. Перчаточки, щеточки, бафики, микробраши. Чтобы я была уверена, мне постоянно нужно это покупать. Обычно я езжу на садовод. Также я знаю девчонок, кто ездит на Дубровку. То есть, опытом покупать всегда дешевле. Дешевле пилочка выходит там 11-13 рублей. Если нет такой возможности, то, конечно, пользуюсь знакомыми сайтами. Это, конечно же, все инстаграм. Наценка там, конечно, вообще минимальная. Но, опять же, если брать, например, вот такими блоками. Хранится это у меня, естественно, все в коробочках. Но берите, девочки, на заметку, что контейнеры для столовых приборов можно использовать не по назначению, а, например, вот как у меня. Частенько вижу такое у мастеров. Ну, в общем, вот такой у меня недоделанный, так скажем, кабинет. Много что рассказала и много чего не дорассказала. Поэтому буду рада вашим комментариям. Пишите, что бы вы хотели бы еще узнать. Ну и на этом на сегодня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если было полезно и интересно это видео. Ну и все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok